Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Исаии Вавилонского и поговорим сейчас о 58 главе. 58 глава во многих отношениях очень важная. Не зря она христианами читается перед Великим Постом. Она в самом деле имеет непосредственное отношение к тому, что мы называем очень сомнительным словом благочестия. Сначала, так сказать, контекст. Вернувшиеся из плена израильтяне, только-только обустраивающие жизнь в Иерусалиме, кто-то из них пытается построить стены, чтобы защититься от банд соседних народов, кто-то пытается там пахать землю и создать экономику, которой нет вообще, кто-то пытается учить, проповедовать, строить храм и так далее. И все стараются по мере сил и возможностей соблюдать те внешние вещи, которые должны характеризовать чтущего Бога человека. Эти вещи сложились в плену. Они включают в себя, скажем, молитвословие. Тогда еще все-таки нету такой вещи, как молитвенное правило. Ее придумали, это придумали фарисеи примерно за полвека до Христа. Ну, все-таки какие-то формы внешние, когда нужно нацепить на себя филактерии, накинуть на голову талифт, встать, потому что Псалом произнести. Пост очень тоже важный в плену, потому что пленные израильтяне часто думали, что пост – это своего рода замена храмовому жертвоприношению. Храма нет. Принести жертву на алтаре невозможно. Ну, вот в качестве некоего символа, жертвы, люди ограничивают себя в пище. Пост тех времен – это не наша современная диета, которую никто ни из древних иудеев, ни из ранних христиан и за пост бы не посчитал. Когда мы трескаем семгу до отвала, вместо того, чтобы съесть одну дешевую сосиску, вот, нет. Пост тогда – это значит не есть с рассвета до заката. Вот не есть и все. Вот такой обычай, значит, соблюдаются посты. Причем, когда израильтяне вернулись из Иерусалима в Вавилон и стали восстанавливать храм, у них возник вопрос, а вот теперь надо ли нам держать пост по поводу разрушения храма, по поводу изгнания в плен, ну и так далее. Много других форм народного благочестия, оценивать которые мы не будем. Понимаете, благочестие народное – такая вещь, что всегда можно увидеть в нем проявление магизма и осудить, а можно увидеть немощные, глупые, странные, но попытки ну хоть как-то свою жизнь вот соотнести с присутствием Бога и, соответственно, порадоваться этому. Важно другое. Довольно быстро среди израильтян возникает, ну если называть вещи своими именами, то ропот. Ропот. Мы такие благочестивые, что клейма оставить негде. У нас и в машине иконочка висит, и офис, и баллистическую ракету свою мы святой водой окропили. У нас там, не знаю, в школах начинается смолебно. Что еще придумать? Ну посмотрите вокруг себя, вы это сразу увидите. Да, и у нас теперь не слава КПСС, а поздравляем с Рождеством славянской вязью на плакатах написано. Ладно, спасибо, не с зимними праздниками, уже хорошо. Мы очень благочестивые. Ну то, что мы при этом 24 часа в сутки грабим, убиваем, врем, там, занимаемся рейдерством, это не считается. Так мы вроде как благочестивые. Почему ты не обращаешь на это внимания? Наше благочестие должно быть вознаграждено, думают люди, как израильтяне тогда, 25 веков назад, так и мы сегодня. А если не видно этого вознаграждения за благочестие, то люди целыми народами и культурами отходят от Бога. Они каждый день ищут меня, хотят знать пути мои. Правда, при этом, как правило, практически никто не обращается к Слову Бога, а слушают каких-нибудь мутных проповедников, говорящих от ветра головы своей, как выражались по-славянски наши предки. Я понимаю, что ко мне это тоже относится. И всегда, всяко лучше слушать Слово Божье, чем меня или любого другого. Слово Божье надо слушать. Так вот, в том контексте, в Иерусалиме, среди возвращенцев, которые, как и мы, старались, по возможности, не слишком утруждая себя, освещать какие-нибудь куличики и прочее, и казаться, выглядеть благочестивыми, вот возникает ропот. А почему мы постимся, а ты не видишь? Где рог изобилия? Где блага, которые сыплются на нас за наше показное благочестие? Где это все? Мы хотим приблизиться к тебе, не различая, правда, того, что к тебе приближают, и того, что к тебе не приближают. Мы хотим. А почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Как так может быть? Ну, собственно, это обвинение Богу в невнимательности, обвинение Богу в неблагодарности. Мы каждый год, один раз, к тебе приходим, а ты не восхищаешься. Вот. Вот этот ропот, с одной стороны, совершенно общечеловеческий и вечный, а с другой стороны, очень характерный для жителей Иерусалима, израильтян той эпохи. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Это, на самом деле, продолжение предыдущего разговора, где Господь говорит о том, что люди, ищущие правду, будут обрадованы в его доме молитвы. И вот дальше продолжается этот разговор, а те, которые не правды ищут, а благочестие, выглядеть перед Богом, по возможности, не слишком дорогой ценой, благочестивыми, и отклика не получают, вот они ропщито размущаются. Почему это так? И на это Бог отвечает через пророка, говоря следующее. «Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу». Исаии Иерусалимский за два с половиной столетия до Исаии Вавилонского пишет, «Когда вы приходите ко мне, кто требует от вас, чтобы вы топтали двор мой?» Дом Израилев. Да, от вас этого никто не требовал, это вы сами любите. Точно так же и здесь. В дни поста вашего вы исполняете волю вашу. Это вы придумали. Это вы захотели выглядеть благочестивыми, поэтому в день поста о разрушении Иерусалима посыпаете голову пеплом, ущемляете себя и творите всяческие астетические подвиги. Подвиги, конечно, подвиги, но это ваша воля, а не моя, говорит Бог. А мою вы не выполняете. Дальше больше. В дни поста вашего вы исполняете волю вашу, уже страшно, на самом деле. И требуете тяжких трудов от других. И, в общем, знаете, эти слова, конечно, страшный суд вообще над религией, как социальным феноменом. Потому что, да, Бог говорит правду и видит нас насквозь. И мы требуем тяжких трудов от других. «Возлагаете бремена тяжелые и неудобоносимые, а сами и пальцем не хотите двинуть их», говорит, в общем, то же самое Господь Иисус Христос. «Требуете тяжких трудов от других». Вы все должны, как один из детьми, исполнять то-то, то-то, то-то. И появляются люди, которые вам издадут отрывной календарик, где будет написано, что вы должны, чего не должны, что в этот день вы ничего не должны есть, даже если вы работаете, не знаю, дорожным рабочим с отбойным молотком в руках и так далее. Требуете тяжких трудов от других. И вот это то, что оказывается абсолютно неприемлемо перед лицом Божьим. Христианам тут прямо хоть плачь, потому что мы совершенно не готовы отказаться вот от этих коллективных принципов религиозности, отказаться от требований, хотя вы в пользу примера или рекомендаций, я уж не говорю, в пользу свободы. требуете тяжких трудов от других, вы поститесь для ссор и распрехи. Вот вы соблюдаете ну там внешние проявления поста, того едите, этого не едите, или в это время едите, в это не едите, но при этом совершаете насилие над другими людьми. Вот это собственно и есть поститесь для ссор и распри. Для того, чтобы дерзкую рукой бить других. И это не значит, что вы поститесь, чтобы голос вас услышан был на высоте. Нет. Внешнее благочестие тем и плохо, что когда есть внутреннее стояние в правде, у внешнего благочестия полезно. Но когда внутреннего стояния в правде нет, оно превращается в попытку обдурить Бога. Вот. Теперь Господь говорит, это ли назовешь постом и днем угодным Господу? И дальше с шестого стиха следуют слова, которые каждому христианину в обязательном порядке там написано требуете тяжких трудов от других. Вот я требую тяжких трудов от других. В обязательном порядке надо знать наизусть. И вспоминать себе прямо перед каждым многодневным постом, а может быть и однодневным тоже. Бог говорит, вот пост, который я избрал. «Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма». Разреши оковы неправды. Вот все то, что на вранье построено, все то, что ложь, все то, что сковывает людей и лишает их свободы, а речь ведь идет о временах рабства, об узах и ерме, которые делают людей подвластными друг другу. И это все неправда, потому что всегда, когда властвует человек над человеком, во зло ему, как говорит экклезиаст, разреши оковы неправды, перестань врать, перестань поддерживать врущего, развяжи узы ерма, отпусти людей, никто тебе из людей тебе не принадлежит, вне зависимости от того, ты мелкий фермер с двумя рабами или крупный чиновник с сотнями тысяч подчиненных, люди принадлежат только Богу, и никто не имеет права нарушать чужую свободу, развяжи узы ерма, если мы делаем что-то вместе и организованно, то потому, что вместе, а не потому, что властвуем друг над другом, вот как-то так, примерно, ну, конечно, для Исаии в первую очередь речь идет о рабстве, о том, чтобы отпустить рабов на свободу, развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо, угнетенных отпусти на свободу, можно воспользоваться этой мыслью, как некоторые герои там древнеримской истории или как сомнительные герои времен гражданской войны и орать там велено отпустить угнетенных на свободу, поэтому нас угнетенных немедленно отпускайте, мы никого ничего не должны. Но это будет коммунизм и никакой правды, и никакой жизни. Нет. Господь через пророка обращается к тем, кто пытается угнетать, кто пытается заставлять людей под его властью жить, даже если они этого не хотят, отпусти угнетенных на свободу. Оказывается, свобода другого человека для Бога гораздо важнее, чем то, что ты ешь, как ты ешь и в какой цвет красишь яйца на Пасху. Свобода другого человека, угнетенного отпусти на свободу. Мне трудно найти пример человеческого общества, которое бы в должной степени следовало этому принципу. Ну, кто-то пытается и даже не без успеха, ну, в общем, мы пока далеко не дотягиваем до этого идеала. Раздели с голодным хлеб твой скитающихся бедных введев дом. Как в Ветхозавете было также сказано, да не будет у тебя бедных. Раздели с бедным хлеб твой, останови конкретными поступками, вот, нищету, голод, несчастья людей. Это все в мире есть. И подло было бы делать вид, что этого нет. Но опять-таки здесь не пропаганда будет угодно Богу, а конкретные действия одних людей по отношению к другим конкретным людям. Заметьте, кстати, что благотворительные фонды. Они прекрасны, они нужны, особенно в наших крупномасштабных обществах, состоящих из миллионов людей, без них, наверное, не обойтись. Но все же едва ли Бог имеет в виду благотворительность. Он имеет в виду помощь от сердца к сердцу, от человека к человеку. Тоже довольно поучительная вещь. Увидишь нагово, одень его, от единокровного твоего не укрывайся. Ну вот в древнем обществе, где там с гражданскими правами чужеземцев было все очень плохо. То есть никаких не было. Вот Господь говорит, от единокровного, от твоего родственника или соплеменника, которые нуждаются в защите и помощи, не прячься. Хотящему просять занять у тебя дай, и от просящего у тебя не отвращайся, говорит Господь в Новом Завете. Вот пост, который избрал Бог. Сделай конкретное добро конкретным людям и угнетенных отпусти на свободу. Это не значит, что там те, кого ты угнетал, обязательно должны уйти, вы, может быть, вместе будете что-то делать, но как братья, как равные, не как начальники и угнетенные, ну, рабовладельцы и рабы и так далее. При этом совершенно очевидно, что там не имеется в виду ничего плохого сказать про лидерство в человеческих коллективах, которые нуждаются в организации, это все само собой разумеется, но отпусти угнетенных на свободу и раздели с голодным хлеб твой. Вот тогда, говорит Бог, откроется, как заря свет твой, и правда твоя пойдет пред тобой. Вот тогда, ты будешь звать, и Господь ответит тебе. Тогда ты воззовешь, Господь, возопьешь, и Господь скажет, вот я. Если ты будешь следовать этим, в общем, достаточно простым принципам. «Итак, общество, внешне изображающее себя религиозно и благочестивое, живущее, как стая гигиен, и общество внешне абсолютно лишенное проявлений религиозности, но живущее, как сказать, дорожа милосердием, Богу будет угодно второе, а не первое». Вот это важно очень помнить, потому что наше с вами сегодняшнее общество безусловно относится к первому типу, к сообществу жлобов, изображающих благочестие. Теперь Господь говорит на вопрос, почему мы там смиряем душу свою, ищем тебя, а ты не слышишь. Ну вот, если ты будешь действительно по правде божьей жить, тогда ты позовешь, и я откликнусь. Отдашь голодный, когда ты удалишь истрили твоей ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, для других имеется в виду, там, вы все дураки, а вот мы там носители ценностей, отдашь голодному душу твою, напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во мраке, и будет Господь вождем твоим всегда, не только во времена Давида, не только во времена Мессии, помазанника, всегда будет Господь вождем твоим. И еще один момент, в конце касающийся субботы, уже тогда формируется представление о том, что суббота это знамение Завета, соблюдение субботы обязательно как видимый знак принадлежности к Завету, как у христианина крестик. Да, и Господь говорит и о субботе, не только о посте, нечто новое и важное, а именно если ты ради субботы будешь удерживаться от исполнения прихотей твоих во святой день не в том дело, что там работать нельзя в субботу или воскресенье, от прихотей своих ты удержишься ради святого дня, если что-то сделать нужно, например, для страдающего человека или отпустить угнетенного на свободу, это хорошо сделать в субботу, от прихотей твоих ты удержишься во святый день и будешь называть субботу отрадой, когда ты не свою, а Божью волю исполняешь, почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, то есть угождать прихоти и пустословить, вот тогда будешь иметь радость в Господе и я дам тебе вкусить наследие Иакова. Иными словами, когда смыслом субботы будет Бог и послушание Ему, а не законный повод бездельничать формально и быть собой довольным, вот тогда действительно Бог это примет как знак твоей принадлежности завету. Продолжение следует... Продолжение следует...